Перед новогодними праздниками каждая из нас ищет подходящие для нее рецепты, чтобы порадовать себя, свою семью, гостей в новогодние праздники прекрасными блюдами. Сегодня я для вас приготовила еще одно очень вкусное ароматное новогоднее меню, которое содержит закуску, два салата, вкусный ароматный картофель и мясное блюдо на шпажках. Все очень простое, из самых простых ингредиентов. Также у нас будет очень красивый вкусный торт. Я расскажу все подробности, расскажу, как быстро и вкусно порадовать свою семью и своих гостей. Также у меня на канале есть и другие варианты меню. А мы переходим к приготовлению. Закуска у нас очень яркая и сразу привлекает внимание. Посмотрите, какая у нас сегодня красота на закуску. Вот такие вот аппетитные. Чаще всего делают мандаринки, но я хочу сделать их больше похожими на яблочки. За счет свеклы придать им такой невероятно красивый оттенок, яркости и, конечно же, вкус. Свекла при этом еще и полезна. Для начинки нам понадобится куриная грудка, либо любая другая часть курицы, яйца и плавленый сырок. Пару зубчиков чеснока для вкуса и майонез. Начинка готова. Далее натираем отварную морковь на мелкой терке и отварную свеклу. На пищевую пленку выкрадываем равномерное количество моркови и свеклы. В серединку ложим нашу начинку и формируем шарик. Лучше всего свеклу отжать, иначе она может дать сок. Сразу же можно перекладывать на тарелку. Они прекрасно держат форму. Закуска очень простая в приготовлении и достаточно быстрая, но при этом выглядит она поистине празднично и, конечно же, она очень вкусная. С этой начинкой можно также экспериментировать. Заменять курицу на рыбу, а майонез можно менять на сметану. Делаем небольшую дырочку и вставляем любую зелень. Можно использовать петрушку, укроп. И наша закуска к подаче готова. Эта закуска съедается всегда одна из самых первых, потому что она такая красивая и при этом вкусная. А мы идем дальше. Этот салат может быть не выглядеть настолько ярко и празднично, но можно его подать в маленьких салатницах порционно. Тогда он будет еще красивее. Но его плюс в том, что он без вреда для фигуры, очень легкий и без майонеза. Для начала будем нарезать кубиками отварные яйца. Все ингредиенты для салата я использую примерно в равном количестве. Также сюда крошим свежий огурец. Чем больше свежей зелени, тем вкуснее. Поэтому третьим ингредиентом у нас будет листья салата. Добавим яркие краски, сочные кукурузы и по вкусу тунца. Это все ингредиенты. Но сочетание их всех вместе вас удивит. Когда я пробовала первый раз, я не ожидала, что это будет настолько вкусно. Заправлять майонезом его ни в коем случае не нужно. Заправляем сметанкой. И также сюда добавим чайную ложку горчицы. По вкусу посолим и поперчим. Останется только перемешать и салат можно подносить к столу. Как вы видите, на него уходит действительно 5 минут. Никаких сложных ингредиентов нет. Много зелени. Поэтому он очень легкий. И не нанесет вреда вашей фигуре, даже если кушать его вечером. Поэтому этот салат достаточно популярен. И очень многие его любят даже готовить в праздники. Чтобы был, так скажем, легкий салат. Но при этом вкусный. Второй салат у нас будет по-королевски красивым. Гранат сверху дополняет праздничный вид всему блюду. Который готовится из буквально самых простых ингредиентов. Он получается очень легким. Так как там есть свежие овощи, такие как огурец и гранат. Для первого слоя мы нарезаем кубиками крабовые палочки. Каждый слой будем смазывать майонезом. Для второго слоя на крупной терке натираем сыр. Для третьего слоя используем белки. На четвертый слой на крупной терке натираем свежий огурец. После того, как вы его натрете, лучше всего его хорошо отжать. Вы избавитесь от лишней жидкости и ваш салат не потечет. И каждый раз не забываем смазывать майонезом. Очень удобно это делать с помощью кондитерского мешка. Далее идет консервированная сладкая кукуруза. Натираем оставшиеся желтки. И последним самым сочным у нас будет гранат. Готовый салат я убираю в холодильник. Стабилизироваться где-то на час. И затем достаю его из формы. Можно доставать и сразу. Наш салат готов. Он очень красивый, очень яркий. При этом он такой игристый за счет разного сочетания продуктов. Мне очень нравится. Обязательно попробуйте. Уверена, что и вам он тоже понравится. А мы переходим к горячим блюдам. Все кушают картошку. Все готовят ее по-разному. Сегодня покажу вам рецепт. Очень вкусный, ароматный картошки. Которую можно приготовить в духовке. И подать с шикарным соусом. Сочетание которого украсит ваш стол на любой праздник. Для начала очищаем картофель от шкурки. И нарезаем на небольшие кусочки. Размер кусочков можете решать сами. Можно запекать и большими. Время на это только уйдет немного больше. Фишкой нашего запекания будет розмарин. Розмарин передает невероятно аппетитный аромат. Он будет потрясающий. Поэтому его нужно будет очистить от стебля. Листочки. И мы его будем нарезать. Небольшими кусочками. Примерно на 1-2 раза будем делить каждую веточку. Выкладываем картофель на лист. Поливаем либо оливковым, либо подсолнечным маслом. Посыпаем черным, либо красным сладким перцем. Солим. Добавляем сюда сушеные травы. Я использую смесь сушеных трав. Когда мы добавляем сушеные травы, вкус картофеля начинает играть совершенно по-другому. И также добавим сюда наш порезанный розмарин. Теперь нужно будет все это хорошо перемешать. И разложить картофель ровным тонким слоем. Отправляем в духовку на 200 градусов примерно на полчаса. Будет у нас золотистая корочка. А мы приготовим пока соус. Для соуса берем свежий огурец. И натираем его на мелкой терке. Лучше всего брать огурцы, которые не водянистые. Вот такие маленькие с пупырышками. Они хорошо подходят. Если вы берете длинные и гладкие, то из них будет очень много воды. Огурцы смешиваем либо со сметаной, либо с греческим йогуртом. Который без вкуса. И хорошо перемешиваем. Также добавим сюда по вкусу 1-2 зубчика чеснока. Сюда обязательно нужно добавлять укроп. Либо свежий, либо сушеный. Лимонный сок. И подсолнечное масло. Немножко еще нужно подсолить по вкусу. И наш соус готов. За счет того, что он на сметане, либо вы делаете на греческом йогурте, он получается очень нежным, очень вкусным. Огурцы придают ему невероятную свежесть. Получается соус очень вкусным, ароматным. И с картофелем он подходит просто идеально. Также его можно использовать и к мясу. Наши гости такое сочетание просто обожают. Также можно вот так вот красиво подавать на большой тарелке соус с картофелем. И празднично, и вкусно. Это также подходит. Это не только для праздников, но и просто когда приходят гости, это так удобно. Удобно даже если вы просто грилите на террасе. Мясное блюдо у нас сегодня будет не менее прекрасным и ярким. Быстро и невероятно вкусно с праздничной подачей можно приготовить вот такие вот замечательные люля-кебаб. Когда нет возможности выехать на природу, а очень хочется вкусного мясного блюда на шпажках. Мясо получается очень сочным, ароматным и вкусным. Ничем не хуже, чем приготовленное на мангале. Тем, кто любит сразу же писать о том, что фарш, он везде фарш и это котлеты, это абсолютно не так. По вкусу от котлет они отличаются очень сильно. Фарш нам понадобится лук. Лук я натираю на крупной терке и очень хорошо отжимаю. Можно отжимать руками, можно отжимать через сито. Делаем мы это для того, чтобы не было лишней жидкости. Тогда ваше мясо будет очень хорошо держаться на шпажках. Также не жалея нарезаем большой такой пучок свежего кориандра. Он придает невероятный аромат и вкус мясному блюду. Также не забудем посолить и поперчить. Также добавим 1 чайную ложку из сухого кориандра. Теперь это все нужно будет хорошо перемешать. Если нужно, еще раз подсолите и подперчите. После того, как вы хорошо перемешали, переходим к самой важной части. Это нужно хорошо отбить мясо. Фарш должен быть настолько хорошо отбитым, что он будет уже отличаться. Он будет клейким. В нем будет видно уже вот такую вот тянущуюся текстуру. Если вы готовите первый раз, вам неудобно отбивать вот так мясо, можно брать небольшой кусочек в руку и отбивать его в другой тарелочке. Так будет более удобно для начинающих. Все вместе мясо отбиваем не менее 15 минут. Сейчас покажу, какое оно получилось. Посмотрите, видите, оно уже такое тянущееся. Его нужно будет убрать в холодильник на 1 час, чтобы оно хорошо еще раз охладилось. Вот видите, совсем другая текстура. Если вы что-то слепите, она у вас не распадется. Через 1 час будем надевать их на шпажки. По этому же рецепту можно готовить и на мангале. Очень удобно готовить на природе. Одеваем на шпажки и хорошо разравниваем. Делается это довольно пристро и легко. Как вы заметили, главным составляющим вот таких вот люля-кебаб это большое количество лука и кориандра. Также текстура, которую мы отбили хорошо мясом. И оно становится совсем по-другому. Сейчас покажу, какие люляшечки у меня получились. Вот они готовы. Их нужно отправлять на решетки на 250 градусов до готовности. Пока люля-кебаб у нас жарится, мы приготовим маринованный лук. Для этого понадобится нам 3 головки красного лука. Нарезаем их на кусочки и складываем в баночку. Теперь добавляем соль и сахар. Соль у меня 2 чайные ложки. Также 2 чайные ложки сахара. 2 или 3 столовые ложки уксуса зависит от того, какой процентный он у вас. И 2 столовые ложки подсолнечного масла. Пару горошинок черного перца. И немного укропа. Остается залить водой и оставить на полчаса мариноваться. Лук получается очень вкусным, хрустящим и замаринованным. Такой лучок подходит к мясу просто идеально. А наше мясо готово. Можно подавать к столу. Ароматное, вкусное, сочное. Так еще и с праздничным видом. Мы закончили с горячими блюдами и будем переходить уже к десерту. Вы только посмотрите на всю эту красоту. Сегодня готовим очередной шикарный, очень вкусный йогуртовый торт с огромным количеством фруктов сверху, а также апельсиновыми нотками внутри. Прекрасная легкость, которую дополняют цитрусовый аромат и вкус. Тор получается не только красивым снаружи, но и внутри. Для начала желатин нужно залить водой и дать ему хорошо набухнуть. За это время мы будем нарезать апельсины на небольшие дольки. Порезанные на дольки апельсины перекладываем в небольшую кастрюльку. Слегка будем выдавливать сок. Добавим сахар и отправляем на средний огонь. Нужно довести до кипения. После того, как наши апельсины закипят, варим ровно 1 минуту и будем выключать. Воду я сюда не добавляла, только апельсины и их сок. Теперь хорошо будем отжимать через сито, так как мякоть нам не нужна. В сок следует добавить 1 столовую ложку лимонного сока. Сюда же отправляем наш набухший желатин. Теперь будем разливать по формам. Я использую две формы по 12 сантиметров. Дно формы следует застелить пищевой пленкой. И сразу убираем в морозильную камеру. Застывает желе очень быстро. Буквально хватает около 40 минут. А мы переходим к бисквиту. Для бисквита нам нужно будет разделить белки от желтков. Бисквит, который мы готовим сегодня, поистине уникальный. Он получается всегда без шапочки, аккуратный, ровный, пышный, воздушный и легкий. К белкам отправляем сахар и будем взбивать до пышной массы. Посмотрите, какая она должна получиться. Теперь добавляем по одному желтку и продолжаем перемешивать. Когда добавите все желтки, убираем миксер. Дальше он нам не нужен. Добавляем в муку разрыхлитель. И теперь будем постепенно, в несколько этапов, добавлять в наше тесто. И хорошо перемешивать снизу в ней вверх. После того, как муку хорошо перемешали, добавляем кукурузный крахмал. И снова перемешиваем снизу вверх. Тесто на бисквит готово. Осталось переложить его в форму. Форму для выпечки я сегодня использую 21 см. Бисквит прекрасно поднимается. Сейчас вы это увидите. Выпекаю я при 170-180 градусов до готовности. Готовность проверяем деревянной зубочисткой. Посмотрите, какой он высокий. Сейчас разрежем его на три равных части. И покажу, какой он получается внутри. Он прекрасно пропекается и получается вот такой вот аккуратный и ровный. Так как я делаю праздничный торт, то края я буду убирать. И переходим к йогуртовому крему. Для этого жирные сливки нужно взбить сахарной пудрой до такой вот слегка устойчивой массы. Не до полных устойчивых пиков, а до вот такой вот нежной текстуры. И добавляем йогурт. Хорошо перемешаем и вливаем сюда набухший желатин, который я предварительно растопила в микроволновой печи. Получившийся крем нужно заливать сразу, так как он очень быстро застывает. На крем выкладываем апельсиновое желе. Снова заливаем кремом. Выкладываем бисквит. Снова крем, желе, крем, бисквит. Последний слой хорошо разравниваем, чтобы получился ровная верхушка. И убираем в холодильник часа на 4-5 для полной стабилизации. Для украшения я использую растопленный шоколад для подтеков. И добавляю туда 1 чайную ложку подсолнечного масла. Подтеки получаются идеально ровными и аккуратными. Работать одно удовольствие. Сверху украшать будем вафлей и огромным количеством фруктов. Использую я чернику, клубнику, виноград. Торт можно украшать абсолютно по-разному, так как сейчас не так много фруктов. Можно украсить зефиром, всякими разнообразными медовыми пряниками. Можно просто полить шоколадом. Украсить какими-то вкусными конфетками. В общем, можно проявить абсолютно любую фантазию. Так же, так как это апельсиновый торт, можно просто на шоколад выложить порезанные дольками апельсины. Будет очень ярко и сочно. Ведь Новый год, это для меня всегда ассоциация с новогодним запахом мандарин и апельсинов. Поэтому такой торт, ну, очень подходит по вкусу и аромату. Так же за счет того, что он йогуртовый, он очень легкий. То есть у вас не будет тяжести, так как вы уже и так покушаете салаты. И горячее место в животике остается не так много. Поэтому этот торт тоже очень легкий и при этом вкусный. В общем, если тебе понравилось сегодняшнее новогоднее меню, не забудь поставить лайк. Так же ты можешь подписаться, чтобы не пропустить новый рецепт. Так же на канале есть разнообразные другие новогодние меню. Меню по сладкой выпечке тоже имеется. Если не знаете, что приготовить на сладенькое. С вами была Лена. Пока-пока.